Наше третье занятие посвящено построению карт Левит-Дженнингс и правилам Бесгарда. Для построения карт Левит-Дженнингс используют среднеквадратическое отклонение. Эти карты предназначены для нанесения результатов ежедневных или ежесерийных успешных измерений контрольных проб. Карты строят для каждого теста и каждого уровня контрольного материала. Прежде всего, нам необходимо рассчитать контрольные пределы. Они составляют плюс-минус одно, два и три среднеквадратических отклонения от среднего значения. Давайте воспользуемся для этого набором данных из предыдущего занятия. Средняя концентрация калия в контрольном материале первого уровня составляет 4,1 ммол на литр, а среднеквадратическое отклонение 0,1 ммол на литр. На этом слайде показано, как, зная среднее значение и среднеквадратическое отклонение, вычислить контрольные пределы, равные плюс-минус одно, два и три среднеквадратических отклонения от среднего. Карта Левит-Дженнингс, которую мы таким образом построили, может быть преобразована в колоколообразную кривую, иллюстрирующую частотное распределение результатов контрольных измерений. Если аналитический процесс находится под контролем, около 68% результатов контрольных измерений попадают в диапазон плюс-минус одно среднеквадратическое отклонение, а 95,5% результатов в пределы плюс-минус два среднеквадратических отклонения от среднего значения. Таким образом, даже если аналитическая система находится под контролем, 4,5% результатов окажутся за пределами 2С. Около 99,7% контрольных величин будут находиться в пределах плюс-минус три среднеквадратических отклонения, то есть только три из тысячи значений могут оказаться вне этих пределов. Поэтому любая точка, вышедшая за границы 3С, свидетельствует о появлении в аналитической системе существенной ошибки, делающей невозможными выдачу результатов ПСН. В некоторых лабораториях принято считать точки, находящиеся за пределами плюс-минус два среднеквадратических отклонения, вышедшими из-под контроля, ошибочно полагая, что ни результаты контрольных измерений, ни результата пациентов в этом случае неприемлемы. Мы не должны выбраковывать аналитическую серию, если один из контрольных результатов оказывается за пределами плюс-минус два С, но при этом не превышает предел плюс-минус три С. Как уже говорилось ранее, 4,5% результатов всех приемлемых измерений лежат между этими пределами. Лаборатории, использующие предел плюс-минус два среднеквадратических отклонения как максимально допустимый, довольно часто бракуют вполне приемлемые аналитические серии. Это приводит к неоправданному повторению измерений проб пациентов, дополнительным материальным и трудовым затратам, а также задержке выдачи результатов. Лаборатория должна документировать каждый факт исследования контрольных материалов, а также оценку полученных результатов с целью подтверждения качества каждой аналитической серии. Это делается путем регулярного использования карт Левит-Дженнингс и введения журнала контроля качества в электронном или бумажном виде. В журнале должно быть указано наименование теста, название прибора, единица измерения, дата проведения исследования, фамилия оператора, а также результаты, полученные для каждого контрольного уровня. Иногда такой журнал может содержать дополнительную информацию, например, методики исследования температуры реакции, обычно это используется для ферментов. Кроме того, в нем должна быть специальная графа для документирования действий персонала в случае выявления неприемлемости результатов, а также место для записи замечаний руководителя. Систематическая ошибка свидетельствует об изменении среднего значения контрольных измерений. Это изменение может быть постепенным и выглядеть как тренд. Пример такой ошибки представлен на верхнем графике или резким, представляющим собой сдвиг в результатах контрольных измерений, как показано на нижнем графике. Появление тренда указывает на снижение надежности работы аналитической системы. Такие изменения обычно бывают незначительными. Основными причинами возникновения тренда являются Повреждение лампы детектора прибора, Постепенное загрязнение трубок, Постепенное загрязнение поверхности электродов, Истечение срока годности реагентов, Постепенное ухудшение качества контрольных материалов, Постепенное изменение температуры в инкубационной камере, Это справедливо только для ферментов, Постепенное повреждение фильтров источника света, Или постепенное ухудшение калибровки. Резкое изменение среднего значения контрольных измерений называется сдвигом. Сдвиг свидетельствует о неожиданном и существенном изменении в качестве работы аналитической системы. Причинами возникновения сдвига могут быть следующие. Неожиданный выход из строя или существенные проблемы с лампой детектора. Изменение состава реагентов. Смена лота реагента. Серьезный ремонт или обслуживание прибора. Резкое изменение температуры в инкубаторе, только для ферментов. Изменение температуры и влажности в рабочем помещении. Поломка дозатора пробы или дозатора реагентов. А также неадекватная калибровка. Теоретически любое отклонение от ожидаемого результата считается случайной ошибкой. В контроле качества случайная ошибка называется положительное или отрицательное отклонение результата контрольного измерения от среднего значения. Различают приемлемую или ожидаемую случайную ошибку, определяемую стандартной девиацией, а также неприемлемую или недопустимую случайную ошибку, при которой результат контрольного измерения лежит за пределами нормального распределения, то есть среднее значение плюс-минус три контрольных предела. В 1981 году доктор Джеймс Весгард из Университета штата Висконсин опубликовал статью, в которой были описаны подходы к оценке качества аналитической серии в медицинской лаборатории. Элементы системы Весгарда основывались на принципах статистического контроля процессов, применяемых на производстве с 50-х годов. Схема Весгарда включает в себя шесть основных правил, которые могут использоваться как индивидуально, так и в различных комбинациях. Также Весгард разработал сокращенное обозначение для своих контрольных правил. Большинство из них можно записать в форме N с индексом L, где буквой N обозначено количество анализируемых контрольных измерений, а индексом L соответствующий статистический предел. Так символом 1,3S обозначается правило, которое считается нарушенным, если результат одного из контрольных измерений выходит за пределы плюс-минус три среднеквадратических отклонения от среднего значения. 1,2S – это предупреждающее правило, которое считается нарушенным, если результат одного контрольного измерения лежит за пределами плюс-минус два среднеквадратических отклонений. Хочу напомнить, что в отсутствии аналитических ошибок около 4,5% всех контрольных результатов попадает в интервал от 2 до 3S. Это правило предупреждает, что в системе может обнаружиться случайная или систематическая ошибка, поэтому необходимо сопоставить полученный результат с результатами других контрольных измерений, выполненных в текущей и предыдущих аналитических сериях. Если никакой взаимосвязи между ними не обнаружится, а также не будет найдено возможных источников появления ошибки, можно считать, что единичный результат, вышедший за пределы плюс-минус два среднеквадратических отклонений, является приемлемой случайной ошибкой, и выдать результаты пациентов, полученные в текущей аналитической серии. Правило 1,3S указывает на наличие неприемлемой случайной ошибки или на возможное появление существенной систематической ошибки. Это правило является запрещающим. Правило 2,2S выявляет только систематическую ошибку. Критериями нарушения этого правила являются два последовательных результата контрольных измерений, лежащих за пределами двух среднеквадратических отклонений по одну сторону от среднего значения. Существует два варианта применения этого правила, внутрисерийный и межсерийный. Внутрисерийный вариант применения этого правила учитывает только результаты текущей аналитической серии. Например, если в конкретный день результаты анализа нормального и патологического уровня контрольного материала выходят за пределы двух среднеквадратических отклонений и находятся при этом по одну сторону от среднего значения, внутрисерийный вариант правила считается нарушенным из-за наличия систематической ошибки. Если результат измерения контроля первого уровня находится на уровне минус 1s, а второго плюс 2,5s, то есть нарушается правило 1,2s, необходимо проанализировать результаты измерения контроля второго уровня в предыдущей аналитической серии. Если мы обнаружим результат, выходящий за пределы двух среднеквадратических отклонений, будет нарушен межсерийный вариант правила, что также будет свидетельствовать о наличии систематической ошибки. Нарушение правила 2,2s во внутрисерийном варианте означает появление систематической ошибки во всем диапазоне измерений, в то время как межсерийный вариант выявляет ошибку, затрагивающую только один участок аналитической кривой. Правило R4s выявляет только случайную ошибку и применяется только во внутрисерийном варианте. Правило считается нарушенным, если расстояние между результатами двух контрольных измерений в одной аналитической серии составляет более четырех среднеквадратических отклонений. Оно также является запрещающим. Например, мы исследовали два уровня контрольного материала в рамках одной аналитической серии и получили следующий результат. Отклонение измерения первого уровня составляет плюс 2,8s, а второго минус 1,3s. Таким образом, разница между этими результатами составит 4,1s. То есть правило R4s нарушено и результаты пациентов в этом случае выдавать нельзя. Обратите внимание, что нарушение любого из правил, о которых пойдет речь далее, не обязательно требует выбраковки аналитической серии. Критериями нарушения правил 3.1s и 4.1s является соответствующее количество последовательных контрольных результатов, лежащих за пределами одного среднеквадратического отклонения по одну сторону от среднего значения. Существует два варианта применения правил 3.1s и 4.1s. Для контрольных измерений одного, например, первого уровня, или для результатов измерений всех исследуемых уровней, например, первого, второго и третьего. В первом случае эти правила позволят обнаружить появление систематической ошибки только в одном концентрационном диапазоне, а во втором – во всем интервале измерений. Правила 7x, 8x, 9x, 10x и 12x считаются нарушенными, когда соответствующее количество контрольных результатов находится по одну сторону от среднего значения, неважно на каком расстоянии. Для этих правил также существует два варианта применения. Для контрольных измерений одного, например, первого уровня, или для результатов измерений всех исследуемых уровней. В первом случае эти правила позволяют обнаружить появление систематической ошибки только в одном концентрационном диапазоне, а во втором – во всем интервале измерений. Мы подошли к концу третьего занятия. Давайте вспомним его основные положения, прежде чем приступим к проверке усвоенного материала. Карта Левит-Дженнингс используется для графического отображения результатов успешных внутрисерийных и межсерийных контрольных измерений. На первом этапе построения карты Левит-Дженнингс необходимо рассчитать контрольные пределы. Они составляют плюс-минус одно, два и три среднеквадратических отклонений от среднего значения. Некоторые лаборатории считают неприемлемым любой результат, вышедший за пределы двух стандартных девиаций. Они ошибочно полагают, что результаты такого контроля, а также результаты пациентов должны быть забракованы. Около 4,5% результатов всех приемлемых измерений лежат между пределами 2 и 3 среднеквадратических отклонений. Лаборатория должна документировать проведение контрольных измерений и оценку приемлемости полученных результатов. Систематическая ошибка определяется как изменение среднего значения контрольного материала. Это изменение может быть постепенным, тренд, или резким, сдвиг. Тренд указывает на постепенное ухудшение аналитического качества системы. Тренд, как правило, бывает незначительным. Резкое изменение контрольных результатов называется сдвигом. Сдвиг означает неожиданное и существенное положительное или отрицательное смещение в работе аналитической системы. Случайной ошибкой называется любое отклонение от ожидаемого результата. В 1981 году доктор Джеймс Весгард из Университета Висконсина опубликовал статью, в которой были сформулированы основные правила оценки качества аналитической серии в медицинских лабораториях. Схема Весгарда включает в себя шесть основных правил, которые применяются индивидуально или в комбинации. Правило 1.2.s является предупреждающим. Оно считается нарушенным, если один из результатов контрольных измерений находится за пределами двух среднеквадратических отклонений. Правило 1.3.s выявляет неприемлемую случайную ошибку или говорит о появлении существенной систематической ошибки. Правило 2.2.s выявляет только систематическую ошибку. Правило R.4.s выявляет только случайную ошибку и применяется исключительно в рамках текущей аналитической серии. Правило 7.x, 8.x, 9.x, 10.x или 12.x означает, что соответствующее количество результатов контрольных измерений находится по одну сторону от среднего значения, неважно на каком расстоянии. Всю необходимую информацию по контролю качества вы можете найти на сайте www.3wkusinet.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова